Дарпа, Управление передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США, с 2014 года реализует программу Элект-Эрекс стоимостью 78 миллионов долларов в разработке вживляемых в тело нейротехнологий для стимуляции нервной системы человека. Идея этого проекта заключается в создании солдат-киборгов, которые смогут самовосстанавливаться посредством нейроимплантантов. Вы видите, это уже сейчас внедряется в нашу жизнь. Это делает Дарпа. Недавно была реклама о имплантировании в мозг чипов. Они имплантируют эти чипы в солдат, чтобы они дистанционно были подключены к компьютерной системе, чтобы они могли осуществлять управление только с помощью мысли. Они пытаются сделать синтетическую форму телепатии, когда солдаты смогут осуществлять коммуникацию только с помощью мысли. Это также может привести к синтетической форме телекинеза, перемещению предметов на расстоянии, когда можно будет перемещать специальные киберприспособления на расстоянии, глядя на экран, где перемещается дрон, управлять им силой мысли. То есть это соединение мозга человека с интеллектом машины. Вот главным образом, о чем идет речь. В здании Дарпа сегодня есть статья, в которой говорится о новом наночипе, имплантированном в мозг. Это как раз то, о чем вы говорили. Да. В американской армии используются чипы радиочастотной идентификации. Я просто проходил мимо. Вы военнослужащий? Да, я служу в подразделении Рекс. Они сейчас будут заставлять вас воевать против Бога. Вы знаете об этом? Да, я читал об этом в Откровении Иоанна Богослова. Знаете, что они собираются ставить всем военным чипы? Да, я слышал об этом. Они рассказывают нам об этом. Они хотят вас чипировать? Да. Они нам не говорят, что это чип. Они называют его личным идентификатором. Да, на самом деле, это идентификационный чип. Он может включаться. Новости CNN. В войсках вводят микрочипы. Это часть системы слежения для обеспечения и сохранения жизни личного состава. Некоторые правоохранительные подразделения уже проводили эксперименты по чипированию, которые дали возможность получать фактическую информацию об офицерах с помощью излучаемых чипами сигналов. Можно будет идентифицировать военнослужащих как свой чужой на полях сражений. Представьте себе солдата, который может бегать быстрее любого животного на планете. С легкостью носить на себе груз весом в сотни килограмм. Видеть в темноте без специальных приборов ночного видения. Телепатически общаться с другими солдатами своего подразделения, неделями находиться без еды или сна, регенерировать конечности, потерянные на поле боя. Некоторые исследования, которые сейчас ведутся, включают в себя изменение генетического кода солдат, модификацию участков ДНК для того, чтобы создать новый вид человека, который будет функционировать как машина, убивающая без устали день и ночь. Мутацию человека, которая позволит произвести революцию в современном порядке военных действий и гарантировать оперативное доминирование в целом перечне потенциальных американских боевых средств. В настоящее время разрабатываются новые чипованные интерфейсы, компьютерные чипы, которые подключаются непосредственно к мозгу, и конечной целью будет мозговой чип, который увеличит умственные способности в тысячи раз. По существу это превращение мозга человека в суперкомпьютер, пожизненно эмоционально стабильный. Это концепция трансгуманизма. Они могут достичь этого путем перенастройки желаний и мозговых центров, была предложена фармацевтическая визуализация настроения. Это научная диктатура 21 века по Хаксли. Но за этим всем стоит технология, о которой мы много говорили раньше. Это движение трансгуманистов и постчеловечества. А что же по поводу записи информации в мозг? Мы можем стимулировать мозг в девяти различных точках. У нас имеется физическая модель того, что происходит с точки зрения электромагнитных полей. И мы начинаем понимать, какая часть мозга стимулирует какие-то другие части. Это не голливудская постановка. На самом деле ветераны СРУ и американские военнослужащие рассказывают о том, что правительство планирует внедрить в мозг военнослужащих устройство дистанционного управления. Эти заявления имеют отношение к правительственной программе оснащения американской армии, проходящей апробирование в штате Мэрилин, где ученые тестируют сотни химических и биологических веществ на 1700 военнослужащих. Вы адвокат и представляете интересы таких людей. Что они вам рассказывали? Все эти военные были помещены в разные обстоятельства. Одному из них дали очень большую дозу евгенического наркотика. Вы упомянули мозговые чипы. Другому подопытному поставили чипы в мозг. Он был уверен, что это радиопередатчик, с помощью которого правительство дистанционно осуществляет контроль над его поведением. Американское военное ведомство DARPA занимается производством чипов, которые усиливают различные чувства солдат. Эти чипы непосредственно соединяют мозг солдата с аудио- и видеосенсорами. Солдат начинает обладать способностью ночного видения, видения теплового и рентгеновского излучения, суперзуминга и возможности восприятия информации со всех направлений, с больших расстояний, настройки на радиоволны и так далее. Кроме того, в солдат вводят микроскопические импланты, нано-боты. Рэй Курыцвилл, изобретатель, который разработал проект машинного обучения Google, утверждает, что эти микроскопические роботы-импланты, внедренные в человеческий мозг, соединяют человека с компьютером, главным образом представляя человеку доступ к неограниченным знаниям путем беспроводной связи. С помощью этих неограниченных знаний солдаты станут подобны богам, значительно усиливая интеллектуальные способности, что позволит им загружать нужную информацию по мере надобности прямо на поле боя. Они будут обладать способностью дистанционно обучаться новым навыкам, получать оперативную информацию о дислокации противника, телепатически в защищенном режиме общаться с военным командованием и многое-многое другое. Николас Негропонте, основатель медиалабратории Технологического института Массачусетса, сказал, что наилучший способ взаимодействия с мозгом человека – это воздействие изнутри. Если вы можете внедрить в кровоток мини-роботов, которые смогут сблизиться с нервными клетками, это как раз и будет воздействие на мозг. И вы сможете загрузить информацию в кровоток посредством этих нано-ботов, чтобы вы смогли получить любую необходимую вам информацию. Такой, например, как неизвестный ранее человеку язык. Эти нано-боты смогут превратить солдат в супер-людей, обладающих возможностью получать любую информацию, которая им нужна. А обладание информацией – это наполовину выигранное сражение. Вы заявили, что вы являетесь супер-солдатом. Можете вы нам рассказать, что это значит? Несколько лет назад начали проводить эксперимент, и он продолжается панель. Суть его в том, что люди становятся герметически усовершенствованными. Им внедряются микрочипы, и они превращаются в людей, которые отличаются от обычных. Я имею в виду, что они могут передвигаться на высокой скорости, становиться очень сильными. То есть, они становятся бойцовскими машинами? Да, верно. Сколько микрочипов вас имплантировали? Я знаю о трех, но мне сказали, что их может быть от пяти до семи. У вас не осталось никаких воспоминаний по поводу того, когда и как вам имплантировали в тело чипы? Нет. Вы убивали людей? Да. И вы убивали их, выполняя поставленные задачи в ходе этих операций? Да, верно. А говорили ли вам, какова была причина всего этого? Для чего нужно было уничтожить ту или иную цель? Обычно мне ничего не объясняли, просто говорили «уничтожить цель». И вы не имели на это никакого влияния? Нет. Я хочу рассказать об одном человеке из Техаса. В одно время он занимал высокую должность в разведслужбе. Он по долгу службы делал много зла, убивал людей по приказу. Последний раз, когда я его видел живым, он мне сказал, «Ты должен это знать. Существуют секретные правительственные лаборатории по всей территории страны, а они находятся под землей, и там находятся гибриды людей и животных». То есть он упомянул о тех вещах, которые даже его, человека, который сделал много зла в своей жизни, затронули за живое. Там были гибриды, наполовину люди, наполовину животные. И он сказал мне, «Помоги мне, я не человек». Он просто был полностью разбит и заплакал. Примерно год назад был выпущен доклад под названием «Глобальное управление в критической ситуации 2025». Документ был подготовлен Национальным советом по разведке США и Институтом изучения безопасности. Этот доклад был подготовлен ведущими разведывателями службами правительства США и аналогичными службами Европы. Там пытаются спрогнозировать, какое событие в будущем станет своеобразным пусковым механизмом для того, чтобы заставить все народы мира объединиться в единое мировое государство с единым правительством. Это может быть, как там написано, биологическая война. Это может быть эпидемия. Они говорят, что может быть обнаружен астероид. А на странице 35 они начинают говорить о возникновении новой формы человечества, которая станет результатом использования биотехнологий. И эти ведущие представители разведслужб говорят о неожиданном, очень быстром появлении генетически модифицированных людей, что в действительности будет представлять такой риск, что весь мир должен будет объединиться. О чем говорят эти люди? Что происходит за кулисами? Многие люди даже не подозревают, что происходит за закрытыми дверями. Ученые активно манипулируют генами людей и животных под прелогом совершенствования человечества. Война, которая сейчас развязывается, идет по заранее разработанному сценарию. И люди, осуществляющие этот сценарий, находятся в тени. Мы можем назвать их глобалистами, эллиминатами, элитой, но на самом деле они просто сатанисты. И они проводят жизнь заранее предопределенный адский план. Эта необычная ситуация была записана на камеру видеонаблюдения на дорогах в Бирмингеме, Англия. Из этих видеозаписей сотрудники увидели двух женщин, гуляющих по центральной заградительной полосе между двумя противоположными магистралями. Затем они бросились под колеса быстро двигающихся машин. Они выжили. Но те кадры, которые вы увидите, слишком необычны. Они просто шокируют. Старший офицер полиции вызвал скорую, сказав, что, скорее всего, пострадавшие уже трупы. И когда сотрудники полиции пытались оказать им помощь, эти женщины, как ни странно, оказали сопротивление. Все полицейские знают, что если человек попадает под колеса на первой, самой быстрой полосе движения, он должен получить серьезные травмы. Мы думали, что обнаружены на дороге два трупа, а вместо этого там просто стояли две женщины. Сначала одна бросилась под колеса грузовика, затем вторая. Я был уверен, что после таких ситуаций выжить невозможно. Ее буквально подбросило в воздухе, как тряпичную куклу. Это было шокирующее зрелище. В это трудно было поверить. В то время полицейские не знали, что выжившие женщины – это сестры-близнецы. Она была без сознания, большинство людей не выживают после подобных столкновений. Посмотрите на лобовое стекло автомобилей на крышу. Вы можете видеть степень их повреждения. Первое, что мы увидели, это многочисленные травмы ног, как будто нога взорвалась и торчала много обломков костей. Я увидел женщину, которая была просто раздавлена ниже талии. Но то, что находилось выше талии, злобно кричало и плевалось. Я подумал, что она употребляла какие-то вещества, вызывающие агрессивное поведение. Я пытался оказать ей первую помощь, но она плевала мне в лицо и пыталась расцарапать мне лицо своими длинными ногтями. Я не думаю, что в тот момент она осознавала, какие серьезные травмы она получила. Ей кричали, остановись, стой. Но она не слушала и была готова оказать сопротивление. Она не понимала, что происходит, что ее останавливает полицейский. Лишь несколько человек смогли с ней справиться. Она неистово кричала. Она обладала просто невероятной силой. Мы должны были задержать ее в обязательном порядке, иначе она бы убежала. Эти полицейские были словно куклы, хватающие ее за руки. Ее отвезли в больницу, но оттуда она сбежала через 20 часов. Вторую сестру тоже доставили в больницу. Она вела себя очень агрессивно. Врачи ей дали успокоительное. Прошло уже два года, но полицейским, ставшими свидетелями этого происшествия, все еще не по себе. Обе сестры вели себя одинаково. Обе они бросились под колеса, получили серьезные травмы. А когда появились полицейские, стали оказывать сопротивление. Обе были очень агрессивными. Я до сих пор не могу понять, как два разных человека имели одинаковое намерение, в то же время до такой степени, что они действовали абсолютно одинаково, действовали совместно. Медики не нашли среди их вещей ни наркотиков, никаких люб лекарств, которые они могли применять. Анализ крови не показал наличие в крови ни алкоголя, ни наркотиков. Никаких психических отклонений также не было обнаружено. Этот случай не оказался незамеченным многими СМИ, которые не без основания проявили параллель между этими женщинами и суперсолдатами, генетически модифицированными существами, вращиваемыми в специальных военных лабораториях, ведущих стран мира, предназначенными для ведения боевых действий, о существовании которых уже даже говорят некоторые лидеры разных стран. Теперь я хотел бы перейти к действительно необычной теме. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Аль-Джафари сделал загадочное заявление несколько дней назад на заседании ООН. Он говорил о том, что его страну ложно обвиняют по поводу применения химического оружия. Когда вы слушаете его комментарии, создается впечатление, что говорит о реально существующих вещах, что он говорит адекватно. И вдруг он неожиданно для всех говорит о генетически модифицированных сущностях. И я хочу показать этот отрывок и снова послушать о том, о чем он говорит. Это действительно серьезный человек, постоянный представитель Сирии в ООН. И в этом эпизоде он говорит о генетически измененных существах, которые находятся в его стране. Давайте посмотрим. Я хочу сказать всем тем, кто переправил к нам вооруженную умеренную оппозицию, включающую генетически модифицированный личный состав, что мы уничтожили все переправленные к нам отравляющие вещества. Мы призываем тех, кто занимается такими переправками, взять на себя ответственность за последствия этих действий, так как эти отравляющие вещества частично вернутся в те страны, откуда их переправили. Ну что ж, мы долгое время выпускаем новости и впервые столкнулись с такой необычной информацией. Правильно я понял, что он заявил, что США или какая-то другая западная страна занимались переброской генетически модифицированных солдат в его страну. Да, это так. Это нефилимы, это именно они там используются. Да, именно об этом он и говорит. Он говорит о нефилимах. Нефилимы возвращаются. И это не единственный раз, когда он об этом говорил. Он опоминал об этом и раньше. Когда он еще об этом говорил? В 2016 году, тот же самый постоянный представитель Сирии при ООН, когда он говорил о джихаде, о тех, кого вооружила Саудовская Аравия. Он тогда заявил, что генетически модифицированные солдаты были переброшены в его страну. Такое видео тоже существует. Оно датируется в 2016 году. Он это сказал в 2016 году? Тогда давайте и это видео посмотрим. К сожалению, некоторые из государств, членов Совета безопасности ООН и СМИ, продолжают защищать и поддерживать генетически модифицированных солдат из умеренной вооруженной оппозиции в Сирии. Так это звучит по определению. Почему закрывают глаза на совершаемое ими преступление генетически модифицированные солдаты на Ближнем Востоке? Джихадисты говорят об Игиле. Да. И он их назвал генетически модифицированными. Это же не Филимы. Да, верно. Рифаимы существуют и в наше время. Генетический след от них мы видим в суперсолдатах. Суперсолдаты — это самый дорогостоящий проект в настоящее время, в который включена идентификация не только линий крови, но и генетических следов. Этих людей создали не для того, чтобы вернуть обратно исполина, но чтобы внедрить в этих солдат гены исполинов, чтобы они стали обладать сверхспособностями суперсолдат. Больше и больше денег тратится на то, чтобы идентифицировать генетические следы и отличительные особенности существовавших когда-то исполинов путем исследования останков их зубов и других костей. Иными словами, деньги идут на то, чтобы создать исполинов нашего времени. «Значит, исходя из того, что вы рассказываете, некто пытается сделать оружие с помощью генов исполинов?» «Да, совершенно верно. И программа суперсолдат одновременно является самой невероятной и в то же время самой вероятной программой, которую осуществляют американские военные. Это делается в подземных лабораториях, в засекреченных объектах, повсюду на нашей планете». В 2005 году ИГИЛ провел одну из самых шокирующих казней, когда было обезглавлено 21 человек. Это христиане, принадлежащие к египетской коптской церкви. Я помню, что в связи с этим много говорили, что эти палачи были довольно высокого роста, потому что люди говорили, посмотрите, это же не арабы, они слишком высокого роста, они похожи на американских баскетболистов. У нас есть видео, давайте посмотрим его. Посмотрите, вот о чем говорили тогда. Эти люди-палачи невероятно высокого роста по сравнению с арабскими солдатами. Да, посмотрите, головы их пленников даже не достают до плеча некоторых из этих солдат. Рост этих террористов на этом видео примерно 2,5 метра. Посмотрите, это похоже на вторжение ИГИЛа, и они проходили через сирийские и иракские города, отрубая людям головы, убивая людей. Это что же? Америка производит этих сущностей в своих лабораториях, выращивают их, а потом выпускают на свободу на Ближнем Востоке. Для охоты на христиан? Какая же мерзость и низость. Что касается постоянного представителя Сирии ООН, я был просто сегодня шокирован, когда он во всеуслышание заявил о том, что в данном регионе ородуют генетически модифицированные террористы, солдаты. Вы знаете, несколько месяцев назад президент Путин на встрече с молодежью в России рассказал, что многие страны занимаются разработками по созданию суперсолдат, которые не будут испытывать никакого страха, никакую боли. Вот генная инженерия, которая, безусловно, даст нам потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменение человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями. Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит? Это значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. Последствия практически какие из этого могут наступить? Что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания и сожаления, и без боли. То есть, вы понимаете, человечество может вступить, и, скорее всего, вступит в ближайшее время, в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Я думаю, что все больше и больше мы начинаем понимать, что человеческое тело — это не святыня какая-то, это не какой-то особый план Бога, это просто все случайность. У нас есть два набора генов, мы их просто перемешиваем, и что-то из этого выходит. Иногда это прекрасный продукт, иногда это в сердце дырочка, иногда это психоз, предрасположенность к чрезмерному гневу. Обычно говорят, что это нормально, это хорошо, это святое. Но это же абсурд, это просто теория вероятности, в этом нет ничего запланировано. Поэтому генная инженерия — это одна из самых моральных вещей, которые мы можем делать. Пентагон в настоящее время тратит 400 миллионов долларов в год на исследования, направленные на усовершенствование человека-воина. Они хотят, чтобы солдат мог нести груз до 100 килограммов, чтобы он мог бежать со скоростью 16 километров в час, чтобы ему не нужно было спать. Он должен быть активным 48 часов подряд, не делать никаких ошибок. Это статья о суперсолдатах. ДАРПа предпринимает усилия для того, чтобы люди смогли обладать экстремальными способностями некоторых животных. Стоит задача — сделать солдат способными убивать в любых условиях, включая наличие инфекционных заболеваний, в условиях применения химического, биологического и радиационного оружия, при любых экстремальных температурах и высотах, и тяжелейших природных условиях. Это похоже на какого-то мутанта-супергероя. А вот, собственно, о чём идёт речь. Мы говорим о смешении ДНК людей и животных. Мы говорим о генетически модифицированных солдатах, типа химер. Если говорить с точки зрения военной науки, какими ещё способностями могут обладать эти суперсолдаты, если у них будут гены исполинов? Помимо таких очевидных способностей, как суперсила, супервидение, суперслух, со слов моего друга-генерала, они могут вести охоту на людей с помощью ДНК. У каждого человека ДНК обладает своей особой гармонизацией, и поэтому можно по ДНК определять ту или иную намеченную цель. Вот статья, посвящённая специальному отбору генов людей высокого роста, чтобы выделить ген великана. Открыли 700 генов, регулирующих рост. Используя технологии геномных исследований, специалисты провели анализ генетических данных более 700 тысяч взрослых людей, и в итоге выявили 83 редко встречающихся изменений в ДНК, соединённых с ростом. Некоторые из этих вариаций способны увеличить или уменьшить рост в большинстве случаев только на 2 сантиметра, что, как подчёркивает группа учёных, является просто огромной величиной. Это заголовки. Могут ли американцы ввести в действие войска терминаторов? Это из таких источников, как Fox News, подобно Guardian, CNN. Это основные средства массовой информации. И это всё имеет отношение к Асполинам. Мы сообщали о том, что в издании Bloomberg шла речь о супергероях с генетическими мутациями. На экране статья под заголовком «Эти супермены существуют в действительности, а их ДНК может стоить миллиарды долларов». И эти генетические мутации используются фармацевтическими компаниями, потому что их ДНК может стоить миллиарды долларов. И они в действительности решили создать образцы ДНК людей, когда они обнаружили эти мутации. Здесь рассказывается об одном из таких людей. Его имя Стивен Питт. Он может держать свою руку на раскалённой плите или разбитом стекле, и ничего при этом не чувствовать. Другого зовут Тимоти Дреев. Его кости такие крепкие, что он может спокойно идти после аварии, в то время как другие участники аварии останутся лежать со сломанными конечностями. Людей с такими генетическими мутациями всего лишь несколько в мире. Очевидные суперспособности этих людей являются результатом слишком необычных генетических мутаций ДНК. Они представляют собой генетические аномалии. Они представили нам книгу комиксов о супергероях, над которыми мы смеялись, может быть, уже 15 лет. Теперь это уже не фантастика, это реальность. Мы ведь говорим не только о сверхчеловеческой силе, не так ли? Мы также говорим о сверхчеловеческих умственных, интеллектуальных способностях исполинов. Совершенно верно. Даже если они находятся в состоянии ожидания, пока действуют не на полную мощность, пока они находятся в стадии тестирования, пока не только в подземных базах, они уже есть там, ныне живущие. У них так много интеллектуальной энергии, что у них есть так называемая «красная черта», и вы не можете перейти ее. Иными словами, они заявляют, генерал с погонами с четырьмя звездами, что в соответствии с операциями особого назначения, они могут приказать этим суперсолдатам просто разорвать противника на части. Вы понимаете, что это мощнейшее оружие? Вы знаете эту книгу и фильм Майкла Крайтона «Парк Юркского периода», который уже известно более 30 лет. Там говорится, что неандертальцы уже не являются частью нашего генеалогического древа. Но суть в том, что все это является оружием. Так мне сказал генерал, который занимается операциями специального назначения. Не важно, что это древняя технология, не важно, что это древняя генетика. Либо мы будем бороться за то, чтобы забрать это из рук плохих людей, либо плохие люди будут бороться против нас, чтобы убить нас, если это оружие окажется у них в руках. Они хотят произвести исполинок, чтобы они были нацелены на людей со специальными характеристиками ДНК. Эти существа, которых они создают, будут делать все для того, чтобы были уничтожены все люди, созданные по образу и подобию Божию, и заменены гибридами, будут пытаться доказать, что Бог — обманщик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok